Уважаемые коллеги, показания к лекарственной терапии гормоночувствительного рака предстательной железы колеблются от локализованных не метастатических додиссемнированных форм заболевания. Основным различием системной противоопухолевой терапии у этих двух категорий больных является необходимость введения в схему лечения препарата комбинации у пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком предстательной железы. Чрезвычайно важно до старта терапии стратифицировать всех пациентов, имеющих диссеминацию опухолевого процесса, в группы пациентов с малой и большой метастатической нагрузкой по определению исследования ЧАРТ. Напомню, что к большой метастатической нагрузке относятся опухоли с висцеральными метастазами или четырьмя и более костными метастазами, из которых не менее одного локализуется за пределами осевого скелета. В настоящее время рекомендации по лечению метастатического гормоночувствительного рака простаты диктуют нам необходимость проведения непрерывной андроген-депривационной терапии в сочетании с доцитокселом или ингибитором андрогенного сигнала, блокатором стероидогенеза абиратуроном в сочетании с преднизолоном или ингибиторами андрогенного сигнала, которые относятся к нестероидным антиандрогенам второго поколения, а полутамидам или энзолутамидам. Только андрогенная депривация резервируется строго для пациентов с противопоказаниями к комбинированной терапии. Мы с Борисом Яковлевичем все мониторируем наших пациентов и пытаемся найти хоть одного больного, у которого были бы противопоказания к комбинации. У нас вот пока таких не было. Если у кого-то будут, расскажите. Очень хотелось бы профиль больного узнать. Еще одним важным нюансом, который нужно принимать во внимание, это то, что пациенты с малой метастатической нагрузкой являются кандидатами для проведения дистанционного облучения предстательной железы по циторедуктивной программе 36Грей в 6 еженедельных фракциях. Основанием для этой рекомендации является результат исследования стимбит, которое показало, что облучение первичной опухоли позволило значимо снизить часть смерти у пациентов с малой метастатической нагрузкой, получающих андроген-депривационную терапию, в то время как при большой метастатической нагрузке, к сожалению, циторедуктивное облучение не приводило к улучшению результатов лечения. Первым препаратом, показавшим свою эффективность в качестве препарата комбинации, являлся доцитоксил, который изучался в трех рандомизированных исследованиях, два из которых показали преимущество общей выживаемости при использовании химиогормонотерапии, и все три подтвердили увеличение времени до прогрессирования опухолевого процесса. При этом, как уже говорил предыдущий докладчик, субанализы данных чарта и стимбит продемонстрировали значимое преимущество общей выживаемости у пациентов с большой метастатической нагрузкой, в то время как при малой метастатической нагрузке, к сожалению, значимого увеличения данного показателя не происходило. Абературон с преднизолоном на фоне продолжающейся андрогенной депривации сравнивался с плацебо в двух рандомизированных исследованиях. Одним из них являлось 11-рукавное исследование стимбит, в котором абературон изучался как при неметастатическом, так и при метастатическом гормонно-чувствительном раке предстательной железы. При этом в обеих популяциях пациентов абературон значимо увеличивал беспрогрессивную и общую выживаемость по сравнению с плацебо. Еще одно исследование, которое прицельно изучало абературон с преднизолоном при метастатической форме заболевания, это исследование «Латитюд», в которое включались пациенты группы высокого риска по определению данного протокола. При этом под высоким риском подразумевалось наличие не менее двух из трех критериев, таких как сумма глиссона 8 и более, измеряемые висцеральные очаги и наличие трех и более метастазов в костях скелета. Абературон с преднизолоном сравнивался с плацебо на фоне продолжающейся андрогенной депривации. В данном исследовании было две первичных конечных точки, общая и выживаемость без радиологического прогрессирования. Обе первичных конечных точки были достигнуты, но постхок анализ данных данного исследования продемонстрировал, что значимый выигрыш общей выживаемости от назначения абературона получали только больные с большой метастатической нагрузкой и высоким риском по определению исследований «Латитюд». При малой метастатической нагрузке даже больные группы высокого риска не получали значимого снижения риска смерти при введении в схему лечения абературона. Нестероидные антиандрогены второго поколения изучались при метастатическом гормоночувствительном раке предстательной железы в трех рандомизированных исследованиях третьей фазы. Первое из них – это исследование Титан, которое сравнивало полутамид и плацебо на фоне продолжающейся андрогенной депривации у больных метастатическим гормоночувствительным раком простаты, которые могли получать химиотерапию доцитокселом до включения в исследование, а также могли проводить андроген-депривационную терапию в течение шести месяцев и более до рандомизации в данный протокол. В исследовании было две первичных конечных точки – общая выживаемость и выживаемость без радиологического прогрессирования. По обеим конечным точкам исследование достигло статистически значимых различий между группой аполутамиды и группой плацебо. При этом аполутамид значимо увеличивал общую выживаемость независимо от объема метастатического поражения. В отличие от ингибитора стероидогенеза и доцитоксела, данный нестероидный андроген второго поколения работал у всех пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком предстательной железы. Энзолутамид изучался по данному показанию в двух крупных рандомизированных исследованиях. Они имели разные критерии включения и разное лечение в группах контроля, что дает нам дополнительную информацию в отношении маневров в выборе последовательной терапии у больных раком предстательной железы. Первое исследование – это исследование энзомет. Его дизайн был разработан на том этапе, когда доцитоксел уже стал стандартом лечения метастатического гормоночувствительного рака простаты. И в исследовании разрешалось включение больных, которые уже стартовали химиотерапию доцитокселом до рандомизации в данное исследование. Второй особенностью этого исследования являлся тот факт, что если в группе исследования пациенты получали андрогенную депривацию с энзолутамидом, фактически это максимальные андрогенные блокады второго поколения, то в группе контроля больные получали АДТ с нестероидным антиандрогеном первого поколения. То есть фактически мы сравнивали МАП-2 и МАП-1. Первичной конечной точкой исследования энзомет являлась общая выживаемость, и в исследовании эта точка была достигнута. Введение в схему лечения энзолутамида значимо снижало риск смерти на 30%. Обратите внимание, 5-летняя общая выживаемость в группе энзолутамида достигла 67%, что на 10% выше, чем в группе нестероидного антиандрогена первого поколения. При этом преимущество энзолутамида в отношении общей выживаемости не зависело от объема метастатической нагрузки. Это подтверждает результаты других исследований с нестероидными антиандрогенами второго поколения, что данная группа препаратов работает у всех больных метастатическим гормоночувствительным раком предстательной железы. Очень неоднозначные результаты были получены у пациентов, получавших и не получавших доцитоксел до рандомизации в данном исследовании. Было продемонстрировано в субанализе данных исследований энзомета, что значимый выигрыш от триплета андрогенная депривация с доцитокселом и энзолутамидом получают пациенты с метастатическим гормоночувствительным раком предстательной железы, диагностированным ДНОВА. И в дальнейшем эти результаты были подтверждены еще в двух рандомизированных исследованиях, которые изучали триплеты на основе доцитоксела с включением ингибиторов андрогенного сигнала. И я думаю, что именно этот критерий селекции кандидатов для триплетов мы будем использовать в дальнейшем в нашей клинической практике. Помимо этого, в исследовании энзомет было показано, что энзолутамид увеличивает время до любого прогрессирования, включая клиническое прогрессирование, по сравнению с нестероидным антиандрогеном второго поколения. При этом преимущество беспрогрессивной выживаемости не зависело от объема метастатической нагрузки. Второе рандомизированное исследование третьей фазы, которое изучало энзолутамид при метастатическом гормонно-чувствительном раке предстательной железы – это исследование ARCHES. Оно имеет дизайн и критерии включения, очень сходные с исследованием TITAN. Включались пациенты гормонно-чувствительным метастатическим раком предстательной железы, которые не получали одновременную химиотерапию, и пациенты в группе исследований получали продолжающуюся андрогенную депривацию с энзолутамидом. В группе контроля пациенты получали АДТ плюс плацебо. Первичной конечной целью исследование ARCHES являлась радиологическая беспрогрессивная выживаемость. Исследование быстро достигло своей первичной конечной точки. Энзолутамид продемонстрировал снижение риска радиологического прогрессирования или смерти на 61% по сравнению с группой контроля. При этом преимущество радиологической беспрогрессивной выживаемости было достигнуто в большинстве подгрупп больных, в том числе преимущество по данному показателю не зависело от объема метастатического поражения. Также в исследовании ARCHES была достигнута ключевая вторичная конечная точка – общая выживаемость. Энзолутамид снижал риск смерти на 34% по сравнению с группой контроля. При этом обратите внимание на кривые общей выживаемости. По мере увеличения сроков наблюдения за пациентами, кривые расходятся все больше и больше, что подтверждает то, что ранее интенсификация терапии метастатического гормоночувствительного рака простата за счет введения в схему лечения антиандрогена второго поколения не ухудшает результаты в последующей терапии, потому что, естественно, эти пациенты в дальнейшем получали последующие линии лечения. Энзолутамид увеличивал общую выживаемость по сравнению с плацебо. В большинстве подгрупп пациентов и, что для нас наиболее клинически значимо, преимущество общей выживаемости не зависело от метастатической нагрузки. Метаанализ данных регистрационных исследований всех препаратов подтверждает, что все изученные комбинации обеспечивают сопоставимое преимущество общей выживаемости по сравнению с андрогенной депривацией. При этом риск развития нежелательных явлений третьей-четвертой степени тяжести наименьший на фоне комбинированной терапии кастрационными препаратами и антиандрогенами второго поколения. Но для того, чтобы это подтвердить, честно говоря, можно было метааналиста и не проводить. Дальнейшее сопоставление данных регистрационных исследований энзолутамида и эпулутамида, препаратов, показавших наиболее благоприятный профиль безопасности, демонстрирует, что энзолутамид реже вызывает развитие тяжелых сердечно-сосудистых осложнений, таких как артериальная гипертензия и атаки ишемической болезни сердца, а также сыпь по сравнению с апулутамидом. Как использовать рекомендации в широкой клинической практике? Наши клинические и практические рекомендации упоминают 4 препарата. При этом я хотела бы напомнить, что, к сожалению, абературон пока так и не зарегистрирован по показанию метастатический гормоночувствительный рак простаты в нашей стране. По факту мы имеем 3 зарегистрированных препарата – доцитоксел, энзолутамид и эпулутамид. Два из 4 препаратов имеют доказанную эффективность при большой метастатической нагрузке – доцитоксел и абературон. Для абературона следует отдельно оговорить условия. Пациенты должны относиться к группе высокого риска, для того чтобы получить максимальный выигрыш общей выживаемости. Энзолутамид и эпулутамид работают независимо от объема метастатуры, метастатического поражения обеспечивают более благоприятный профиль безопасности. К сожалению, видимо, мы никогда не дождемся фармакоэкономических исследований, которые покажут, что же выгоднее использовать в клинической практике. Пожалуй, единственное исследование, которое я могу сейчас процитировать, говорит о том, что в настоящий момент в условиях российской системы здравоохранения экономически более целесообразно применять энзолутамид для лечения метастатического гормоночувствительного, а не кастротрефрактерного рака предстательной железы. Какие перспективы ждут нас в лечении больных метастатическим гормоночувствительным раком простаты? Два рандомизированных исследования подтвердили возможность использования триплетов, основанных на андрогенной депривации доцитокселя, а также ингибиторе андрогенного сигнала при данной форме заболевания. В исследовании АРАСЕНС АДТ плюс доцитоксел и дарулутамид сравнивались с АДТ и доцитокселом, и плацебо. При этом было показано, что триплет дает значимое преимущество общей выживаемости. Мне кажется, только ленивый не сказал о том, что в этом исследовании не хватало третьего рукава, который сравнивал бы две выше приведенные схемы с андрогенной депривацией и дарулутамидом. Еще одно исследование ПИС-1, это факториальное 2 на 2 рандомизированное исследование третьей фазы. Сейчас доступны данные, сравнивающие андрогенную депривацию с доцитокселом и абиратуроном, спренизолоном или плацебо. При этом было показано значимое преимущество беспрогрессивной общей выживаемости в группе триплетов, но общая выживаемость оказалась значимо выше только у больных с большой метастатической нагрузкой. И мы видим, что это реплицирует те данные, которые показал постхок анализ исследования энзомед. Конечно, внедрение новых схем терапии идет медленно во всем мире, но мы уже видим тенденцию к увеличению общей выживаемости больных метастатическим раком простаты в рутинной практике. Я очень рассчитываю, что наблюдательные исследования в Российской Федерации очень скоро продемонстрируют нам точно такую же тенденцию. В заключении я хотела бы еще раз сказать, что первичный метастатический гормоночувствительный рак простаты выявляется у каждого пятого больного со впервые установленным случаем заболевания. Еще у 15% пациентов, пролеченных по радикальной программе, в дальнейшем развивается диссеминация опухолевого процесса. Ранняя интенсификация лекарственной терапии у этих групп пациентов позволяет не только статистически, но и клинически значимо увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество, обеспечив наилучшие условия для дальнейшего лечения. Использование антиандрогенов второго поколения – это универсальный, эффективный и наиболее безопасный метод интенсификации терапии. Наиболее изученным антиандрогеном второго поколения, зарегистрированным по данным показаниям, является энзолутамид. И в ближайшем будущем, надеюсь, нас ожидает повышение агрессивности терапии первой линии за счет появления триплетов. Я благодарю вас за внимание. Если у вас есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Спасибо. 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 Спасибо.